Приветствую вас снова когда-то и маленькое такое предисловие что когда я был детском садике мы учили урок музыки у нас был и мы проходили иногда у нас был такой урок когда мы ходили в библиотеку учительница нас вела и мы приходили и слушали садились и слушали пластинки слушали музыку красивую но это было хорошо но как бы я вам не смогу поставить диск чтобы вы послушали мне придется самому спеть эту песню послушайте жил на свете маляр и любил провожать он закаты наблюдая как прячется солнце за быстрой рекой и еще он мечтал стать художником чтобы когда-то отразить на холсте мир прекрасный и разный такой очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной знаменитым художником стал не в одной он стране за огромные деньги за огромные деньги картины шли с аукционов с каждым днем возрастая все больше и больше в цене но однажды красивую девушку встретил художник взор смешливый и алый румянец пленили его и решил что ее отпустить ни за что он не сможет если не передаст на холсте этот образ живой он ее рисовал вдохновенно и самозабвенно и портрет получился таким что сравнения нет посмотрела она и сказал вдруг проникновенно да хорошая кисточка очень удачный портрет рассмеялся художник наивности девушки этой да при чем же тут кисточка дело в таланте мое я и черным углем нарисую все степени света и белилами выкрашу ночь на холсте на своем улыбнувшись сказала она не смущая снимала мне казалось что вы тоже кисточка в божьих руках и предрец и премудрый творец чтобы мы красоту понимали через ваши полотна свой мир открывает для нас у художника точно свеча вдруг погасла улыбка и чеканя слова он сказал разрожденное слегка нет творец это я слышишь я и большая ошибка думать будто бы я эта кисточка в чьих то руках вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте и рукой уверенной снова стал делать мазки но уже через час он был сам несчастным на свете на холсте видел он лишь работу бездарной руки он полотно менял снова смешивал краски но тщетно он катался по полу ломал свои кисти и вы он был самым несчастным и самым эстарным на свете словно это не он гениальным художником был жил в убогой комоке когда-то известный художник он любил повторять глядя вдаль на застывший закат звук что все бirs на на этой земле и что люди не больше и что люди не больше чем кисточки в ложьих руках что все брино . Слава Господу! Будем кисточками в Божьих руках!